Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами будет работать ученый-агроном Ломонос Петр. Почему ученый-агроном? Так записано в моем дипломе об окончании Белорусской сельскохозяйственной академии. О чем мы поговорим? Тема очень интересная и, как бы, многие считают, что она нереальна в наших условиях. Вы, конечно, видели в продаже крупные чесночины, которые весом у зимого чеснока до 200 грамм, у ярового до 100 грамм. И почему-то некоторые овощеводы и огородники считают, что такой чеснок в условиях Белоруссии вырастить невозможно. Спешу их разочаровать. Это не так. Надо знать просто некоторые особенности. Сейчас вот мы с вами находимся возле оградок с чесноком, с азимым и яровым. Так вот, где наши ошибки, где наши промахи? Если вы помните раньше, в апреле, мы рассказывали о работах и рассказывали о том, что чеснок, азимый чеснок, надо обязательно подкормить. Видите, он же начал желтеть. Некоторые дачники в шоке, почему желтеет чеснок. А это вполне закономерный процесс, потому что чеснок уже начал готовиться к созреванию. Все питательные вещества уходят в луковицу. Так вот, ошибка наших, в чем овощеводы заключается? Многие считают, что еще в эту пору подкармливают азимый чеснок. А уже делать это бесполезно. Чеснок уже не усваивается. Ну, питательные вещества уже, в принципе, не усваиваются. А что влияет на величину луковицы и вазимого чеснока? На величину луковицы и вазимого чеснока влияет своевременное удаление цветоносных стрелок. Вот видите, они уже появились в середине сербля, выращенные стрелки. Такой несложный прием, как удаление стрелок в самом начале их появления, увеличивает величину луковицы на 40%. Поэтому это нетрудно посчитать, сколько будет весить наша луковица после удаления этих стрелок. Значит, некоторые овощеводы просто-напросто выдергивают. Но это тоже не совсем правильно, потому что мы травмируем, и у нас в середине растения получается травма. Я же предпочитаю брать ножик и эти стрелки просто-напросто срезать. Срезаем стрелку как можно ниже. Острый ножом срезали, и вот эти стрелочки мы выбрасывать не будем. Почему? Эти стрелки, значит, во-первых, что? Их можно замариновать. Я думаю, хозяйки знают, что если сделать уксусную заливку, порезать на кусочки этот чеснок, получится очень вкусное блюдо. Добавка, как гарнир, и к картофелю, и к макаронам, в общем, к любой каше из маринованного чеснока получится. Это раз. Во-вторых, если вы не любите остроту чеснока или что, эти стрелочки куда можно использовать? Их можно засушить, их можно взять, перетереть солью, а потом использовать для прыскивания на своем участке от вредителей. Чесночный настой на чесноке, вот если полкило таких вот чесночин взять на 10 литров воды, залить гаражей водой, настоять в течение суток, и тли не понравится, и мядянецам, и многим-многим вредителям понравится такое опрыскивание. Поэтому возьмите это на заметку. Или консервируем, или засушиваем. Ну, засушиваем, солью перетираем, полный сохраняем, прок это растение. Так что не забывайте, вот, что азиму чесноку сейчас важна не подкормка, она уже эффекта не даст, а ему важно своевременное удаление стрелок. До какого момента можно эти стрелки удалять? Значит, до того момента, пока они становятся прама. Если стрелка вот выпрямилась, вы уже опоздали, уже большого урожая вы не получите. Поэтому, поняли, чем вы раньше срезали, ну, не забывайте, что эти стрелки появляются очень не одновременно. За один раз эту операцию не сделаете. Прошлись, вот, срезали все стрелки, как они вот появляются, там потом покажу вблизи, и там уже много, видите, стрелок появилось, но еще не на всех растениях. Через три дня опять надо проходить, опять прошли с ножиком, срезали эти стрелки, ну, и опять убрали с поля. Ну, на поле нельзя оставлять, что по какой простой причине? Потому что запах этих стрелок будет привлекать луковую муху. Раз будет луковая муха, значит, она будет откладывать яйца, выводиться личинки, ведь до созревания, что идет ровно месяц, выведутся личинки, и они будут повреждать наши зубки. Поэтому зубки мы с поля удаляем. Ну, надеюсь, что это понятно, и вы так сделаете, и получится хороший урожай от зимнего чеснока. Ну, и дальше, что еще очень в этот период важно? По зиму чесноку, чтобы наливались большие луковицы. Во-первых, рыхление почвы. Очень важно прорыхлить между ради, чтобы почва была рыхлая. Приток воздуха создает хорошие условия для роста чесночин. Вот, подрыхли, срезали стрелки, подрыхлили. Вот, и что, что приветствуется, единственное, это поливы. Как бы многие огородники об этом забывают. Если погода стоит сухая и жаркая, чеснок обязательно нуждается в поливах. Поливаем его обильно, не жалея. После этого обязательно прорыхливаем почву, и посмотрите, что у вас вырастет огромная-громадная чесночина. Если вы сомневаетесь, мы к этому вернемся в середине июля месяца, и вы увидите, какой урожай можете вы получить прекрасный с чеснока. Потому что у нас развитие растений хорошее, листва мощные. А раз мощные листва, хороший аппарат у растения, значит, должны получить хороший чеснок. Дальше, вот внизу передо мной яровой чеснок. Видите, вот такой яровой. А вот по яровому чесноку, опять же, именно сейчас, с середины июня до середины июля, закладывается урожай ярового чеснока. То есть величина его луковиц. А в чем она заключается? Что в эту пору, каждую неделю, надо чеснок подкармливать. И чем подкармливать яровой чеснок? Для того, чтобы... Для чего мы подкармливаем яровой чеснок? А для того, чтобы подкармливаем, чтобы создать хорошую листовую поверхность. Чем больше листьев, чем мощнее листья будут в июне, начале июля, тем мощнее вырастет луковица. Чеснок наш яровой любит еще в этот период азотную подкармку. Не думайте, что вы его перекормите. Азотная подкармка, вы уже все экологически подкованные. Знаете, лучшая азотная подкармка, это птичий помет. Из расчета 1 литр раствора жидкого помета на 10 литров воды. Разбавили, поливаем между радио. Что делаете, если у вас нет помета? Так это же вопрос легко решаемый. Ну, конечно, вы удобрения, может, не захотите использовать минеральные, которые есть в продаже, типа той же мочевины, типа той же мяшной селиты. Но сделайте гораздо проще. Возьмите ведерко, сложите туда сорняки, залейте гаражей водой. И через сутки этот раствор разбавляйте наполовину и поливайте ваш чеснок. Вы заметите, чеснок на глазах повеселит, станет развиваться гораздо интенсивнее. Будет развиваться чеснок интенсивно, даст яровой чеснок хорошую листву. У нас есть все шансы получить хорошую луковицу. Не забывайте об этом. Что если подкормка для зимого чеснока уже роли не играет, то для ярового вот еще 4 подкормочки сделать, это будет очень-очень хороший эффект. Только подкормку, которую будете делать в середине июля, значит уже добавьте золы. Уже как бы будем добавлять золы для чего? Чтобы укрепить иммунитет растений и улучшить созревание луковиц. Вот такие несложные советы. Вроде все понятно, все это самое. Помогут вам получить чесночины, которые будут так вот величиной, с этой вот мою ладонь. Такого вот размера. Вот и все в ваших руках. Постарайтесь, попробуйте и смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь. До новых встреч!